С начала года на Мозырщине огненная трагедия унесли жизни уже трех человек. Одно из последних происшествий произошло в микрорайоне Железнодорожной. В своей пустующей квартире мужчину на несколько дней приютил знакомый. Постоялец закурил и заснул. Квартира в деревянном доме выгорела дотла. Неосторожность при курении – основная версия пожара, который унес человеческую жизнь. Таких старых двухэтажных домов на станции Мозырь немало. И именно им на этот раз решили уделить особое внимание члены смотровой комиссии. Представители коммунальных служб, казовщики, соцработники, педагоги, спасатели и милиционеры проводят комплексные обследования, каждый исходя из своей компетенции. В обязанности комиссии уходит выявление, устранение фактов нарушения личного отопления, электросети, электрооборудования. Также смотрим мы наличие автономных пожарных извещателей, исправность, рекомендуем их приобретать. Также люди как-то считают себя на контроле. Они более стараются измениться в лучшую сторону. Ну и как-то чувствуют, что за ними смотрят, к ним приходят, с ними интересуются. Я считаю, да, тут, конечно, есть такой положительный результат. 51-летний Сергей Владимирович досматривает свою мать – женщина-инвалид первогруппы. Здесь все в норме. Единственная рекомендация специалистов – установить пожарный извещатель. Состояние печей, плит, газового оборудования, нет ли утечек. Проверяют буквально все, откуда может исходить угроза. Отдельный вопрос – курение в квартире. Согласно статистике, непотушенная сигарета – наиболее частая причина пожаров. «Показываем людей на нарушения, недостатки, принимаем меры. Люди начинают более интенсивно двигаться в устранении данных замечаний, нарушений. Также участие всех субъектов профилактики имеет огромную роль в смотровых комиссиях. Каждый участник выполняет свои функции, видит свои проблемы, идут на помощь людям». А по этому адресу смотровую комиссию очень ждали местные жители. Коллективное обращение и одновременно возмущение уже оформили письменно. Этот дом находится рядом с тем, где на прошлой неделе произошел трагический пожар. Чрезвычайное происшествие по соседству стало детонатором всеобщего терпения. Два родных брата своим образом жизни создают угрозу всем жильцам. «Ежедневно пьяное сборище. В эту квартиру ходят социально опасные личности бесконечно. Ночью устраивают дебоши. Громкая музыка – это цветочки. То есть маты-перематы, выбивают окна, двери». Местные жители предъявляют конкретное доказательство. Это нынешнее состояние подъезда, которое отремонтировали всего пару лет назад. И недавнее фото, на котором один из парней беззаботно спит на лестничной площадке. Милиционеры его забрали и освидетельствовали. Три протокола и тогда появится возможность изолировать трудного соседа в ЛТП. Но это в будущем. А пока местным жителям приходится жить как на пороховой бочке в ожидании решения своей проблемы.